Юрий Щербатых Психология любви Часть первая. Психология любви. Глава первая. Что есть любовь? Эпиграф. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Песнь песней Соломона. У каждого человека, живущего на земле, есть свое представление об этом состоянии души. Когда я писал данную книгу, то предлагал своим студентам из медицинской академии дать свое определение любви. Ответы были самые разнообразные. Потребность в другом человеке и наслаждение. Душевный комфорт и чувство восторга. Смысл жизни и безумие. Понимание другого человека и потеря власти над собой. Отсутствие эгоизма и эгоизм, наслаждение и даже привычка. В общем, каждый понимает любовь по-своему, а потом удивляется, что не находит понимания в другом человеке. «Ты меня любишь?» – спрашивает девушка своего парня, а в ее сознании это звучит как «Ты испытываешь потребность во мне, ты считаешь, что я самая лучшая?» «Конечно, моя дорогая», – отвечает парень, – а в его сознании звучит мысль «Да, я обожаю заниматься с тобой сексом». Так начинаются маленькие трагедии, которыми часто заканчивается любовь. Это чувство так часто бывает трагичным, что для равновесия люди пытаются смотреть на него сквозь призму юмора. Вот анекдот на эту тему. «Любовь – это болезнь, которую укладывает в постель», – сказал студент. «Какая же это болезнь, если никто не хочет вылечиться?» – возражает врач. «Нет, любовь – это работа». «Какая же это работа, если самый главный член стоит?» – удивляется инженер. «Любовь – это процесс». «Какой же это процесс, если нет пострадавших?» «И наоборот, обе стороны довольны», – говорит юрист. «По-моему, любовь – это искусство». «Какое же это искусство, если заниматься им может каждый», – вмешался в спор поэт. «Любовь – это все-таки наука». «Какая же это наука, если любой студент может, а я уже нет?» – с обидой завершил дискуссию профессор. Но, может быть, это мы, простые смертные, не можем разобраться в хитросплетениях любовных отношений, а мудрые, великие или знаменитые уже давно проникли в ее суть. Обратимся за советом к классикам. «Любовь – игра, в которой всегда плутуют», – писал Анаредо Бальзак, намекая на то, что в этом состоянии чувства не завладевает человеком полностью, раз он способен хитрить. «Нет, любовь – это род безумия», – утверждал древнегреческий философ Стоик Диоген. С таким мнением соглашался Фрэнсис Бэкон, говоривший, что и любить, и быть мудрым невозможно. «Любовь – это когда тебе кто-то становится дороже, чем ты сам», – заявил в телеинтервью актер Леонид Броневой, когда-то мастерски сыгравший шефа гестапо Мюллера, а по жизни оказавшийся милым человеком и преданным супругом. «А вот и нет», – мог бы возразить ему Александр Дюмасс, сын, которому принадлежит афоризм, – «любовь – битва двух полов, женщине надо защищаться сперва, мужчине надо защищаться после, и горе побежденным». Предмет любви кажется влюбленному совершенно неповторимым, уникальным, что отмечено в афоризме Гюнтера Грасса «любить – значит перестать сравнивать». Но вечный циник и насмешник Генри Менкен наоборот едко замечает, что «любовь – это заблуждение, будто одна женщина отличается от другой». Гейн написал, «ангелы зовут это небесной отрадой, черти, адской мукой, а люди – любовью». А мудрый и педантичный философ Эммануэл Кант, весьма скептически относящийся к романтической стороне любви, сказал, «любовь – дар не небес, а земли, метаморфоза полового инстинкта». Положение, при котором предмет спора неуловимо изменчив, мало кому понравится, что нашло отражение в остроумном сравнении Франсуала Рушфуко. Но истинная любовь похожа на привидение, все о ней говорят, но мало кто ее видел. Другие выдающиеся люди все-таки признавали материальность любви, однако понимали, что выразить ее в едином образе не представляется возможным. Так румынский художник Штефан Лукьян вполне справедливо писал, «любовью именуют и разнузданное наслаждение, и целомудренную привязанность». А Севрус, недовольствуясь двумя определениями, использовал уже три, понимая, впрочем, их недостаточность. Любовь входит в сердце как незваный гость, утверждается как тиран и покидает как предатель. В связи с этим вспоминается надпись, вырезанная безывестным мыслителем на столе в аудитории Ростовского университета, которая запомнилась мне со студенческих времен. «Любовь – это пуля, которая разбивает сердце, бьет по карману и выходит боком». В общем, подводя итог нашей заочной дискуссии, самое время вспомнить афоризм Николя Шамфора. «Любовь – единственное чувство, в котором все истинно и все лживо. Скажи о ней любую нелепость, и она окажется правдой». У писателя Михаила Виллера есть философский трактат под многообещающим названием «Все о жизни», в котором он подвергает тщательному анализу основные человеческие страсти, в том числе и любовь. Показательно, что соответствующая глава его книги названа «Любовь зла – троеточие», а продолжить пословицу можете сами. Писатель считает, что принципиальное отличие любви от близких чувств – дружбы, расположения, привязанности, нежности, сексуального желания и т.д. состоит в том, что любовь – это та степень чувства, когда оно достигает нерациональной силы. То есть пока эмоцию еще можно контролировать разумом, это еще не любовь. А вот когда у человека, образно говоря, уже «поехала крыша», когда он находится в состоянии постоянного аффекта, когда представления о предмете его любви превращаются в синдром сверхценной идеи, то это уже любовь, причем с большой буквы. Как иронично отмечает Виллер, истинно влюбленный – это параноик, маньяк, что с него взять. Ему простят любой проступок, даже преступление или измену, если они совершены ради любви. Великий Антоний, например, ради Клеопатры, и армию свою предал, и Сенат, и Рим. Сражаясь за свою возлюбленную, он положил на алтарь своей страсти немало жизней своих соотечественников, но в мировой истории ему отвели роль не жалкого изменника, а величайшего трагического влюбленного. В плане лучшего понимания любви интересна работа американского психолога Зика Рубина, который предложил свою методику предсказания развития взаимоотношений влюбленной пары на основе двух мотивов – любви и расположения, то есть он разделил «люблю» и «нравится». Уже в обыденной речи любовь и расположение различаются не только количественно, любовь как высшая степень расположения, но и качественно. В расположении преобладает оценочный момент. Нравится может только тот, кто обладает какими-то положительными или желаемыми качествами, в данном случае неважно реальными или воображаемыми. А в любви это необязательно. Любовь не расположение, а напряженная потребность в данном человеке, страстное желание обладать им, заботиться о нем, быть ему нужным, независимо от оценки его качеств. Любимый может и не нравиться, а тот, кто нравится, далеко не всегда любим. Руководствуясь этими идеями, Рубин разработал две отдельные шкалы любви и расположения по 13 пунктов в каждой. Шкала любви включает пункты, измеряющие степень привязанности. Если мне одиноко, моя первая мысль – разыскать Х. Заботы. Если бы Х чувствовал себя плохо, мой первейший долг был бы поддержать его. И интимности. Я чувствую, что могу буквально во всем довериться Х. Шкала расположения измеряет, насколько благоприятно испытуемо и оценивает данного человека по ряду качеств – зрелость, приспособленность, интеллект, здравомыслие и насколько он склонен считать этого человека похожим на себя. Применение этих шкал к 182 студенческим парам Мичиганского университета, связанным отношениями ухаживания, показало, что любовь и расположение действительно не совпадают. Причем показатели по шкале любви позволяют предсказать вступление молодых людей в брак гораздо точнее, чем показатели шкалы расположения. Роберт Стернберг из Ельского университета создал свою теорию любви, которую назвал «триангулярной». По-русски этому наименованию соответствует термин «треугольный», более понятный, но менее красивый и совсем не загадочный. Смысл триангулярной модели состоит в том, что, согласно представлению Стернберга, настоящая любовь должна обязательно включать в себя три компонента интимность, страсть и преданность. Эти компоненты любви можно уподобить сторонам треугольника, и в зависимости от их соотношения форма и площадь подобных виртуальных треугольников, символизирующих ту или иную любовь, будут различаться между собой. Интимность, по Стернбергу, является эмоциональным компонентом любви, который подразумевает близость и взаимную поддержку. Этот элемент любви, как правило, увеличивается по мере формирования отношений. Страсть является элементом мотивации, отражает сексуальную сторону любви. Стернберг уподобляет страсть наркотику, который манит людей и сулит им наслаждение, но далеко не всегда оправдывает ожидания. Как и в случае с наркотическим привыканием, внезапное охлаждение одного из партнеров может вызвать у другого эффект отмены, проявляющийся в приступах депрессии и душевной боли. По мере развития отношений между людьми, страсть на внешнем уровне постепенно уменьшается, хотя, согласно предположению автора, остается в скрытой форме в виде позитивного потенциала. Третий элемент любви в этой модели – преданность по мысли автора – представляет собой когнитивный, познавательный компонент любви. Глава 2. Как формируются отношения в любви? Взаимная и неразделенная любовь. Эпиграф. Когда один человек пожаловался Аристипу, что его возлюбленная Лайда не отвечает ему взаимностью, тот ответил, «Я знаю, что вино и рыба меня не любят, и однако я с удовольствием пользуюсь тем и другим». Плутарх. Абероте. Параграф 1. Брать или отдавать? Любовь – процесс, в который вовлечены двое, поэтому в ней можно выделить две стороны – эгоистическую и альтруистическую. С одной стороны человек получает, с другой отдает. Влюбленный получает радость, даже если только смотрит на предмет своего обожания, приятное томление охватывает его от простого прикосновения к ее руке, он находится наверху блаженства, целуя губы своей любимой и испытывает ни с чем не сравнимое наслаждение, сливаясь с ней телами. Возлюбленная дарит ему целый букет удовольствий, и мир превращается в непрерывный праздник. С другой стороны, человек и сам дарит своей любимой нежность прикосновений, дурманящую теплоту ласковых слов, рассыпает перед ее ногами все, чем владеет. Он отдает всего себя, причем отдавать при этом еще приятнее, чем получать. Для искренней и глубоко любящего человека желание другого становится более важными, чем свои собственные. Сухомлинский писал, «Лучше не создавай семьи, если ты эгоист». Смысл счастливой любви состоит в том, чтобы отдавать. Влюбленный в себя отдавать ничего не может, он только берет и тем неизбежно отравляет все лучшее в любви. Эгоизм здесь мешает, как физический недуг. Немецкий философ Иоганн Фихте вообще считал, что жертвенная любовь характерна только для женщины, а мужчина, хотя и способен ее переживать, но это дается ему значительно труднее. Хотя, говорил Фихте, женщина в любви становится средством, она утверждает свое достоинство тем, что делает это добровольно, из благородного своего естественного влечения, которое есть любовь. Любовь есть тогда, когда приносит себя в жертву ради другого. У мужчины первоначально не любовь, а половое влечение. Вообще, любовь у него не первоначальная, а приобретенная, производная, развитая лишь благодаря связи с любящей женщиной и имеет совсем иную форму, как это мы глубже увидим далее. Любовь, благороднейшая из всех природных влечений, врожденна только у женщины, и только благодаря ей распространилась она среди людей. Однако для некоторых сильных натур характерна другая любовь, построенная на эгоизме. Есть люди, полагающие, что любовь, особенно со стороны мужчины, означает, безусловно, исполнение его желаний, неотягощенных моралью, стыдом или совестью. Например, Ницше считал, что любовь всегда эгоистична, а проявление альтруизма в любви всегда противоестественно. Люди своевольные с твердым характером избегают любви, так как боятся оказаться слабыми. В аналах истории сохранился трагический эпизод о турецком султане, который приказал казнить свою любимую наложницу, когда понял, что влюбился в нее так, что перестал смотреть на других женщин в своем гареме. Еще один феномен из этого ряда – взгляд на любовь со стороны женщин. Они не могут полюбить мужчину слабее себя, им нужен такой партнер, которому они могли бы подчиниться. Поэтому так трудно бывает в современном бизнес-леде найти себе мужа. Впрочем, эта проблема была актуальна и раньше. Вспомните чудесную повесть Тургенева «Первая любовь», где главная героиня так определяет свои отношения с мужчинами. «Вы не думаете ли, что я его люблю?» – сказала она мне в другой раз. «Нет, я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надо бы на такого, который сам бы меня сломил. Да я на такого не наткнусь. Бог милостив. Не попадусь никому в лапы. Ни-ни». Но чего боишься, то и происходит. В повести Тургенева девушка встретила именно такого мужчину, сильного и страстного, который сумел всю ее подчинить своей воле. Считается, что у великих натур любовь играет подчиненное положение, никогда не охватывая человека целиком. Например, Фрэнсис Бэкон в своем трактате о любви писал, «Можно заметить, что среди всех великих и достойных людей, древних или современных, о которых сохранилась память, нет ни одного, который был бы увлечен любовью до безумия. Это говорит о том, что великие умы и великие дела действительно не допускают развития этой страсти, свойственной слабым». Примером такого отношения к женщинам был Наполеон Бонапарт. Да, в его жизни была одна любовь с большой буквы – страсть, привязанность, восхищение и поклонение. Действительно, его письма к Жозефине Таше де ля Пажери вошли в анналы любовной лирики, но тем сильнее было разочарование, когда Бонапарт понял, что Жозефина совершенно не любит его и изменяет ему налево и направо. После крушения его великой любви основным принципом Наполеона Бонапарта стало презрительное отношение ко всем женщинам. Как известно, он был невысокого роста, не отличался родовитостью происхождения и хорошими манерами, с юности испытывал неуверенность в себе и страх перед богатыми, знатными и красивыми женщинами. Силы характера, упорством и презрением к смерти он завоевал в себе очень высокое общественное положение, но с юношескими комплексами справиться труднее, чем с вражеским войском. Их можно загонять внутрь или компенсировать при помощи психологической защиты, чем и занимался Бонапарт, став первым консулом, а потом и императором Франции. Страх перед женщинами трансформировался у него в презрение по отношению ко всему женскому полу и желание унизить их побольнее за все те насмешки, которые ему пришлось вытерпеть от них в юности. Посредством своего коммердинера Констана он пользовался сексуальными услугами большей части женщин своего двора, причем это была не любовь и даже не влюбленность как таковая, а способ доказать свое превосходство. Наполеону приходилось все время убеждать себя, что он не маленький корсиканский капрал из бедной незнатной семьи, а властелин Европы. Способом доказательства своей значимости он избрал войны и победы над женщинами. Вот как описывали современники светские манеры императора по отношению к прекрасному полу. Император, сидя за столиком, при сабле подписывает декреты. Дама входит. Он, не вставая, предлагает ей лечь в постель. Вскоре после этого он с подсвечником в руках провожает ее и снова садится читать, исправлять, подписывать декреты. На самое существенное в свидании уходило не более трех минут. Такое поведение императора возмущало парижских женщин. Его манера выпроваживать их через 2-3 минуты, зачастую даже не отстегнув саблей и снова садиться за свои декреты, казалось им невыносимой. Этим он подчеркивал свое презрение к ним. Тем не менее, женщины все-таки приходили к нему, ибо им льстила мысль, что они переспали с величайшим героем своего времени, властелином почти всей Европы. А то, что он не любил их, более того, презирал, делало его еще более притягательным, похожим на Бога, снизошедшего на землю со своего Олимпа. Как писал Пушкин, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Вообще, следует отметить, чувство человека похоже на маятник, который движется между двумя точками наивысшего взлета, но не может зависнуть ни в одном из крайних положений, ни посередине. Голод – лучший повар, говорят французы, подразумевая, что наивысшее наслаждение от еды мы можем получить вовсе не от изысканных редких блюд, а только после периода долгого воздержания от еды. Настоящий вкус хлеба, великолепный, полный и насыщенный, знают только ленинградские блокадники, бывшие лагерники или другие по-настоящему голодавшие люди. Какое отношение ты имеет к любви? Прямое. Ибо настоящий восторг от понимания того, что ты любим, испытывали только те, кто в этой любви был неуверен, кого отвергали, бросали, отталкивали, кто испытывал при этом величайшие страдания, кто окунался в темную бездну отчаяния и почти терял надежду. А если неверный возлюбленный или возлюбленная меняли гнев или безразличие на милость и вновь дарили благосклонность или хотя бы намек на это, вот тогда несчастный влюбленный испытывал ни с чем несравнимое блаженство. Короче, для того, чтобы испытать счастье, вначале нужно побыть очень несчастным. Так устроена наша душа, точнее, мозг, где она живет. Физиологи давно установили, что большинство нервных центров, связанных с базовыми потребностями человека, состоят из двух антагонистических половинок. Центр вдоха и выдоха, голода и центр насыщения, наслаждения и отвращения. И для того, чтобы любой из них мог максимально возбудиться, первоначально необходимо активация его негативного двойника. Поэтому для того, чтобы в полной мере испытать радость от любви, нужно сначала испытать страх перед ее возможной потерей. И наоборот, если человек уверен, что его любят, если он знает наперед, что отношение к нему отличается постоянством и надежностью, то накал его чувств будет невелик и особой радости ему не принесет. А людям хочется испытать накал страстей, так любить, чтобы душа испытывала головокружительные взлеты и падения. Обратимся вновь к эксперту в этой области Михаилу Веллеру. Обычнейшая вещь. Она его не любит, а упрекать его не в чем, и ей даже самой как бы неловко, что она его отвергает, и со всей искренностью она говорит, ты очень хороший, лучше тебя я никого не знаю, но... Это но означает, всем ты хорош, а вот не люблю, и никого сейчас не люблю, чего-то не того мне надо. Или второй вариант, а люблю Ваську из соседнего дома, он выглядит во всем хуже тебя, но люди просто не понимают его, а на самом деле он хороший, но я не умею этого объяснить. И рвется за него замуж, и уж он ей покажет супружеское счастье, и будет ей и любовница на стороне, и синяк под глазом, и с тупым Васькой она будет изредка счастлива до нельзя, а чаще рыдать будет и участь свою проклинать, но будет жить. А с тобой, таким хорошим, все будет гладко, но будет подташнивать от твоей хорошести, и счастья такого не будет. Параграф 2. Пророчества и сценарии. Эпиграф. Судьбе было угодно, чтобы графиня М родила прямо в коляске по дороге из Марселя в Париж, поэтому первым, что увидела дитя, была четверка прекрасных карих лошадей. Впоследствии ее дочь, маркиза Д.К., не раз заводила себе любовников из числа молодых и пригожих конюхов. Гвидо Дель Рей. Сравнительные жизнеописания нашего века. Эрик Берн предложил выделять три части личности, или три состояния, в которых может находиться каждый человек. это родитель, взрослый и ребенок. Соответственно, такой теории мы можем любить другого человека как родитель, и тогда будем жалеть или леять своего возлюбленного, как ребенок, и будем смотреть на него с восхищением и обожанием, или как взрослый человек, и тогда будем видеть в своем избраннике личность. Если взгляды обоих влюбленных гармонично дополняют друг друга, любовные отношения складываются устойчиво, если же психологические позиции, занятые партнерами, неадекватны, то неизбежен конфликт. Примеры адекватных позиций серии «Родители-ребенок», «Отец-дочь», «Мать-сын» встречаются достаточно часто. В первом случае мы имеем место со зрелым или даже пожилым мужчиной, влюбленным в молодую девушку, о которой он заботится как в материальном, так и в моральном плане, а девушка эту заботу с удовольствием принимает. Это классическая пара в ситуации бизнесмен, девушка на содержании, режиссер, начинающая актриса, профессор-аспирантка. В таких парах мужчина гораздо опытнее в сексуальном плане и своим опытом он с удовольствием делится со своей юной ученицей, причем иногда в сексуальные отношения вплетаются элементы мазохизма со стороны женщины. Примеры отношений мать-сын встречаются не так часто, но и они не редкость. Обычно их составляют сильные, уверенные в себе женщины и инфантильные мужчины, у которых была суровая властная мать, подавлявшая их с детства. В таких парах жена всячески заботится о своем муже, опекает его, а муж эту опеку с удовольствием принимает, одновременно снимая с себя ответственность за материальные заботы и домашние проблемы. Обычные профессии же таких пар учительницы и бизнес-леди, у мужчин же профессии или нет вообще, или она совершенно неприбыльна и не требует инициативы. В таких семьях секс несет пикантную особенность, связанную с тем, что партнерша, частично воспринимаясь как мать, пробуждает в мужчине отзвуки эдипового комплекса, что дает ему весьма бурные переживания, которые сильно привязывают мужчину к более зрелой женщине, настолько сильно, что впоследствии ему бывает трудно найти ей замену. Отношение ребенок-ребенок нередки в студенческих семьях, где молодые люди, еще не привыкшие брать на себя ответственность за свои поступки и решения, начинают совместную жизнь. Впрочем, бывает, что детство затягивается на неопределенный срок, и тогда неорганизованные, инфантильные, безалаберные люди не могут как следует устроить свой быт, а их материальное положение испытывает колебания от изобилия, когда они питаются икрой и шампанским до полной нищеты, когда в доме буквально нет денег на буханку хлеба. Зато секс у них яркий и разнообразный, причем он не ограничивается только отношениями между мужем и женой, периодически в него вовлекаются другие люди, а сцены ревности, хотя и бурные, не длятся очень долго. Примирение супругов как правило происходит в постели к взаимному удовлетворению, такие отношения чаще всего встречаются в богемной среде, среди артистов, поэтов, художников и прочих. Отношения родителя-родитель наверное самые скучные и занудные. В этом случае оба супруга знают, как правильно следует поступать в этой жизни и именно так стараются все делать. Их жизнь течет размеренно и спокойно, лишь иногда для разнообразия, прерываясь мелкими ссорами на тему, как лучше выбивать ковры или как правильно варить яйца, бросая их в холодную или кипящую воду. С сексом у них обычно напряженно, он, как и вся их жизнь, носит размеренный и однообразный характер. Нетрадиционных способов любви такая пара избегает. Отношения взрослой-взрослой считаются наиболее гармоничными и благоприятными в смысле прогноза на будущее. Каждый из партнеров в такой паре прекрасно отдает себе отчет об отрицательных сторонах супруга, но не осуждает его, как это сделал бы родитель, и не закрывает глаза на них, как это обычно делает ребенок. Нет, он принимает своего супруга таким, каков он есть, и любит его именно таким, со всеми его достоинствами и недостатками. Главное отличительная сторона подобных отношений — уважение личности другого человека. Половая жизнь такой пары достаточно разнообразна и стабильна, а эксперименты в сексе производятся с взаимного согласия и так, чтобы не обидеть другого и доставить ему удовольствие. Этот брак дополнительно цементируется крепкой дружбой. Менее гармоничные отношения — родитель взрослый и ребенок взрослый, которые довольно часто встречаются в реальной жизни. В первом случае мы имеем дело с парой, в которой один из супругов всегда ворчит и пытается учить жить другого, а тот по мере сил старается не раздувать ссор по этому поводу и терпеливо сносит совершенно идиотские, по его мнению, наставления супруга. Здесь возможны различные исходы. От супружеской измены, в которой взрослый будет отдыхать душой и телом от занудного супруга, развод, если у взрослого лопнет терпение или длительное несение креста совместной жизни, причем родитель будет искренне считать, что это он мучается с неразумным супругом, хотя на самом деле источником постоянных мелких конфликтов является именно родитель. Сексуальная жизнь в такой паре будет периодически натыкаться на мины замедленного действия, которые родитель принес в семью из своего собственного детства. Взрослый будет предлагать новые формы сексуальных отношений, которые часто будут отвергаться родителям за их аморальность или нетрадиционность. Отношения ребенок-взрослый тоже далеки от совершенства, однако взрослый может достаточно долго жить с капризным и инфантильным ребенком, особенно если сильно любит его. Он будет терпеливо сносить все его выходки, а если брак и распадается, то это, как ни странно, происходит по инициативе ребенка. Он начинает обвинять взрослого, что тот не любит его должным образом, не заботится о нем и уходит из семьи в поисках правильно родителя. Эрик Берн был уверен в том, что жизнь человека во многом определяется его родителями, которые, сами того не ведая, в детстве вкладывают в его подсознание определенный жизненный сценарий, скрипт. Своими наставлениями, поучениями, наказаниями и поощрениями они определяют, будет ли он победителем или неудачником, как он будет относиться к лицам противоположного пола и вообще к сексу, будет ли он удовлетворен своей жизнью или же дней его будут тянуться вечной печали и жалости к себе. Как утверждал ученый, к пяти-шести годам скрипт уже готов и словно компьютерная программа вложена в мозг ребенка, чтобы медленно и неспешно начать разворачиваться в историю жизни. К моменту поступления в школу ребенок уже выбирает свои стратегии поведения, позволяющие ему избегать наказаний и угадывать, что же нужно этим кошмарным взрослым, живущим по непонятным ему законам. В старших классах школы скрипты наполняются недостающими деталями, о которых ребенок раньше не знал, но теперь он уже может начать воплощать навязанные родителями сценарии в реальную жизнь. Вот как это бывает, по мнению Берна. Мамаша наставляет свою дочку «Не давай себе воли, ты забеременеешь». До этого она не знала точно, как это бывает, теперь знает, что для этого нужно дать себе воли. Но девушка пока еще не готова это сделать, она должна получить определенный сигнал. Она знает, что матери было 16, когда она родилась, и вполне может вычислить, что была рождена вне брака. Понятно, что, вспоминая свою непутевую юность, мать ощущает сильное беспокойство, когда дочь достигает 16-летия. И вот однажды мать говорит, «Лето – самое плохое время, именно летом старшеклассницы залетают». Это и есть сигнал для девушки. Она воспринимает его как указание к действию и беременеет. Все скрипты можно разделить на две категории «Инструкции для неудачников» и «Для победителей». Скрипт неудачника сформулирован примерно так. «Очень жаль, сынок, но ты неудачник. Сколько бы ты ни бился, у тебя ничего не выйдет. Даже если ты немного выиграешь, не оставляй своих попыток, ибо ты же не можешь побить их всех». Инструкция для победителей звучит по-другому. «Зачем вообще терпеть поражение? Если у тебя что-то не получилось, значит, ты плохо играл, так что давай еще раз, пока не научишься делать все хорошо». Есть только три силы, способные разрушить родительское проклятие и поломать вложенные в подсознание ребенка жизненный сценарий. Первая сила слепая мощь истории, войны, революции, голод или эпидемии, сметающая все на своем пути и переплавляющие скрипты в огромном котле человеческих страстей. Вторая сила сильный и мудрый учитель и может стать психотерапевт, странствующий буддистский монах или командир взвода, который силой своего разума или жизненного опыта может переломить скрипт родителей. Реже всего случается третий вариант, когда скрипт модифицируется самим человеком. Но здесь нужна одна оговорка. Для этого в родительском скрипте должно присутствовать допущение принимать самостоятельные решения. В соответствии со своими жизненными сценариями люди по-разному проводят свое время. Берн выделяет шесть основных способов заполнить время от рождения до смерти и называет их никогда, всегда, пока не, но потом, снова и снова и открытый конец. Скрипт «никогда» лучше всего иллюстрирует греческая легенда от Антали, который испытывал муки, жажды и голода, стараясь дотянуться до еды и питья. Людям с таким жизненным сценарием запрещено делать вещи, которые им хочется делать больше всего на свете, и жизнь их проходит в борьбе с постоянными искушениями. Этот скрипт может запрещать или любовь, или секс, или все вместе. Если запрещена только любовь, то у человека формируется неразборчивость в половых партнерах и презрение, смешанное с недоверием по отношению к романтическим из этой когорты формируются моряки, бродяги, проститутки по призванию. Если запрещен секс, а не любовь, то из человека получится священник или он будет работать в сиротском доме, воспитывая чужих детей. Однако порою родительские скрипты вступают в противоречие с собственными подсознательными желаниями человека. И тогда, по словам Берна, людей, неразборчивых в сексе, мучает вид влюбленных и счастливых семей, а тех, кому доступна любовь, но не секс, порой беспокоит странное желание перепрыгнуть через монастырскую стену. Скрипт «Всегда» представлен молодыми людьми, которых родители прогнали из дому за грехи самими родителями подсказанными. «Ты забеременела, так иди и зарабатывай себя на жизнь на панели». Или «Если ты собираешься стать алкашом, это твое дело». При этом не исключено, что отец, выгоняющий на улицу провинившуюся дочь, сам когда-то таил по поводу нее развратные мысли. Скрипт «Пока не» содержит наиболее четкие указания жизненного сценария типа «Ты не должна иметь половых отношений, пока не выйдешь замуж, и ты не должна выходить замуж, пока тебе нужно заботиться о матери». Подобные скрипты рождают старых дев, а эгоистичные матери будут изо всех сил стараться, чтобы это самое «пока не» не произошло подольше, хотя на словах будут сожалеть о неустроенной судьбе своей рано увядшей дочери. Скрипт «Но потом» напоминает легенду о домокловом мече, висящем над человеком. «Гуляй, пока молодая, когда выйдешь замуж, и пойдут дети, будет не до веселья». В результате вместо любви к детям в подсознании зарождается тихая ненависть. Скрипт «Опять и опять» тоже может создавать старых дев, но по другой причине, потому что они будут слишком разборчивы в выборе женихов. Скрипт «Открытый конец» создает стареющих мужчин и женщин, теряющих жизненность, но не слишком жалеющих об этом, поскольку они довольствуются воспоминаниями о прошлых победах. Параграф третий. Несовпадение позиций. Эпиграф. «Он сказал, что если я его люблю, то дам, а я сказала, что, конечно, люблю, но не до такой степени». Рита Владивосток из писем в спит-инфо. Два человека могут быть взаимно влюбленными и быть несчастными, даже если ничто и никто не мешает им любить друг друга. Почему? Да потому что в понятие «любовь» они вкладывают совершенно разное содержание. Вообще, со словами, выражающими чувства, надо быть предельно осторожными. Возглас «ты сделал мне больно» может прозвучать из уст человека, которому товарищ случайно наступил на ногу, а также в том случае, если этот же товарищ соблазнил его жену. Как мы уже говорили, слово «любовь» имеет еще больше оттенков, укладывающихся в почти бесконечный диапазон между заниматься любовью до любви возвышенной и неземной. В качестве примера несовпадения представлений о настоящей любви можно привести печальную, я бы даже сказал, трагическую историю любви поэта к прекрасной даме. Мы, конечно же, догадались, что речь идет о Блоке, чьи стихи и воззрения о душе мира, прекрасной даме, вечной женственности и прочим вошли в христоматии. Я не знаю, что произошло у Александра Блока в его раннем детстве и отрочестве, какие книги и какие события произвели на него столь сильное впечатление, но его образ идеальной женщины совершенно не соответствовал реальным представительницам противоположного пола, проживающим на земле. Возможно, на юного Сашу оказалось столь большое влияние поэзии или философии, которыми он тогда увлекался. Может быть, всему причиной замкнутый образ жизни и оторванность от реальной жизни. Не исключено, что главную роль в вечном поиске идеала сыграли его личностные особенности интровертированность, инфантильность, повышенная сензитивность. Ту, которой Александр Блок посвятил более шестисот стихов, юный поэт впервые встретил на любительской сцене во время постановки Гамлета. Он влюбился сразу же и бесповоротно, но не в реальную полненькую и задорную девушку, а в идеальный образ, который поспешил создать в своем воображении. Образы послушнее людей, создавать или леять их одно удовольствие, а если в этом счастье присутствует и элемент мазохизма, то это придает наслаждению ту горечь и грусть, которая только украшает его, делая томительно сладким. На свою беду Любочка Менделеева не знала, что ее заочно причислили к лику святых, а когда ей сообщили об этом, отнеслась к всему факту как к забавной милой шутке. Ей хотелось простого семейного счастья, достатка, развлечений, секса, а вместо этого она получила возвышенное обожание и сотни любовных гимнов. Незадолго до свадьбы Блок писал «Я не хочу объятий, потому что объятия только минутные потрясения, дальше идет привычка, вонючее чудовище, я хочу не слов, слова были и будут, я хочу сверхслов и сверх объятий». А Люба Менделеева тем временем хотела обычной земной любви. Такое явное столкновение столь разных позиций привело к душевному надлому как у Блока, так и у его жены. Зинаида Гиппиус, бывавшая в доме поэта в первые годы его семейной жизни, писала о Любе, красивая, крупная, слишком крупная для маленьких комнат, маленького чайного стола, все-таки была не та. В ней погас играющий свет, а от него шла ее главная прелесть. А уж если в женщине пропадает этот играющий свет, значит дело плохо, значит мужчина не смог или не захотел разделить с ней счастье. Много позже Любовь Дмитриевна напишет о первых годах своего замужества, я стремилась устроить свою жизнь как мне нужно, как удобней. Я думала только о том, как бы избавиться от этой уже ненужной мне любви. Жестоко звучит. Избавиться от ненужной любви. Но если любовь становится мучением, а человек, который любит тебя, этого не может понять, что тогда делать? Готовых ответов на такой вопрос нет, но похоже, что при таком принципиальном несовпадении представления любви людям лучше расстаться. В 1906 году Блок увлекся актрисой Натальей Волоховой, которая, по крайней мере, по внешнему виду и манерам вполне соответствовала его идеалу высокой, стройной даме с большими глазами, предпочитавшей закрытые темные платья и говорившей волновавшим его грудным голосом. Блок посвятил ей цикл «Снежная маска» и ряд других стихотворений. Однако и с Волоховой у него не сложилось, как не сложилось и со многими другими претендентками на роль идеала. Попытки сближения, заканчивающиеся быстрым разрывом, некоторые женщины воспринимали как оскорбление. Впрочем, возможно, это была лишь досада и женская ревность на то, что они не подошли на роль прекрасной дамы. Анна Ахматова говорила о Блоке. Я полагаю, Блок вообще дурно, неуважительно относился к женщинам. Мне рассказывали две женщины, обе молодые и красивые. Одна была у него в гостях поздно в пустой квартире, другая в бродячей собаке, обе из породы женщин-соблазнительниц. Он в последнюю минуту оттолкнул их. Боже, уже рассвет, прощайте, прощайте. А женщины очень не любят, когда их желание остается безответным. Кроме того, они не любят слабых мужчин, а сильным Блок не был, особенно с женщинами. Возможно, что за непрекращающимися и безуспешными поисками прекрасной дамы стоял какой-то страх перед женщинами или страх оказаться несостоятельным в половом отношении или же боязнь того, что предмет его нового увлечения окажется таким же земным созданием из плоти и крови, как и все прочие, с которыми он встречался до этого. И поэтому Александр Блок одновременно и тянулся к новым встречам, надеясь на чудо, и одновременно еще больше избегал их со страхом, ожидая новых разочарований. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok